открыть это вот здесь есть ручной этот открывается клапан там на этой банке написано сколько там этих колпачков этой жидкости и литр по-моему воды надо чтобы она растворилась опять все закрывает и вставляем это клапан когда сливаешь чтобы поступление воздуха было чтобы не булькало да чтобы не булькало я запоминаю так сказать узко узко водительские дела тяжело идет вы пашки машину ремонтировать все делать порядок наводить вот может в эту конечную упирается нет я смотрю что ему ничего не мешает но как то может плотно так сидит да нет ну как то может легче должно быть надо мной не таскать пустой не знаю там надо закрывать не надо там ну как то нет немцы придумал этот ключ там так так на воду мы заливаем таракат через низ что ли не значит воду для мытья только через низ ну вам надо иметь шланг который там где то по моему остаться а это клабер как бы да так вот у тебя защелкали защелка да то есть сняли тот желтый подключили свой шланг которым заправляете открыли кран у вас вода пошла в бак да так дальше что здесь значит это подключение 220 здесь кабель для подключения 220 вот он намотан метров не знаю сколько но метров не знаю 30 наверно там может быть 40 там на одном конце это его фишка специальная на другом конце обычная штекер розетки то есть реально советую начальство заставить купить каких 50 метров еще кабеля с обычный удлинитель потому что ну я не знаю я с собой возил то есть мне не хватало этого нигде не так было чтобы надо было подключиться надо было либо генератор включать либо удлинитель это зарядное устройство аккумуляторов оно все время включено как только идет питание и там нажата кнопка она работает и работает 220 на всю эту систему да предохранители не знаю для чего там висят как висели так висят аккумулятор новый гарантия и книжка на нем то есть но он в прошлом году осенью куплен два года у него и он он не стартерный он тяговый то есть это тот аккумулятор который может разряжаться до самого конца и опять заряжаться да то есть его нельзя если вдруг тут сели аккумуляторы вы его туда поставить он ничего не даст интересно а простым зарядным его заряжать можно обязательно можно обязательно да но вам не надо это сделать потому что зарядное устройство вот оно стоит я просто эти аккумуляторы используются вот для кемперов катеров и электромоторы которые рыбаки ездят долгого разряда так здесь пожалуй все вот здесь что-то еще да вот этот шланг это сливать воду то есть если сейчас поставить икрушку здесь спирт вот спирт когда вернемся через неделю спирт питьевой самый обычный настоящий куплен у наших коммерсантов на рынке то есть ничего умного вы вот консервировали сколько заливали у меня катер еще есть я беру 20 литров на две машины то есть 10 туда 10 в катер то есть где-то 10 литров грубо говоря но там ситуация такая то есть я его заливаю вот здесь вот есть заливное отверстие которое воду когда мы заправляем мы никогда через него не заправляем это для питьевой как бы получается это для питьевой да сейчас надо найти мечтал алкоголик открываешь кран и спирт течет то есть здесь можно ну подсунуть шланг заправить ее перелива никакого нету как только отсюда поперло так значит поперло но мы заправляли так же как тот бак то есть здесь на конце есть такая же фишка клак ладер как бы да вон он что-то он блин подозрительно скручен или облом он не-не есть там стрелка отсюда видно вверху подключали сюда и наполняли по индикаторам смотришь можно открыть и тут послушал там но уже шумит рядом значит она там полная можно открыть там отсюда будет ключ это антенна которая на радио в этой будке а вот это козырек я так понимаю да маркиза да а это маркиза да с маркизы расскажу как надо пользоваться надо будет только достать эту палку так что еще что еще с подъемом кабина это прибор для подъема кабина как на форах то же самое ничего умного да есть индикация вот чтобы поднять надо поставить сюда ту палку у него прорези есть повернуть до конца туда и качать только я вот не помню замок где-то надо в одном есть замок в другом нет на варка на варка за ничего на потрескалась я думаю что чисто возрастную машина которая мало ездит долго стоит по моему здесь нету этого похоже что нету здесь по моему не было на вольву у меня там этот рычаг есть ну открывает не не который вставляется вон там рычаг а замок а со светом еще покажу вот здесь со светом значит здесь выключатель который включает уличный свет у него два положения то есть первый раз включаете включается этот выключаете включаете второй включается этот Все зависит от того, что делаете Выставили столы, рабочий день закончили Пиво, шашлык, башлык Включили побольше Все светло, хорошо Там нужно кому-то сходить до ветра Можно сэкономить, включить маленький Можно его оставить, маленькое потребление Там ничего страшного Ну, тут так Эти два выключателя свет в салоне Теперь можно маркизу Да, надо достать этот самый С маркизой есть один нюанс Я, наверное, привезу Одна деталь, которая у меня осталась дома Отдам, наверное, Валере У маркизы был электропривод Вот в этом месте Стоял мотор С редуктором Кнопки Находились По-моему, в грузовом отсеке Когда я получил машину, он уже не работал Причину, почему не работал Я нашел Там свернули редуктор Планетарный редуктор Надо либо найти Вот есть производитель Амнистор, например В интернете И заказать эту детальку То есть мотор есть Сам редуктор нет Я привезу Они у меня, наверное, дома все остались Но можно пользоваться вручную Зима пришла негаданно нежда Так, сейчас мы сделаем Чтобы не ломать Ну а мать-то Она просто будет заскала Это где-то Не хочет освобождаться Личная проблема сезонна Это приятель Я поэтому с собой лестницу С маркизой ситуация такая Маркиза вещь довольно капризная Поэтому рекомендации такие Чтобы ее не обламывало Как только руки достают до опор Опоры надо восстанавливать Опоры надо выставлять Чтобы на лице была на них А не на низу, которая к стенке предуставлена